Привет, меня зовут Саша. Сегодня мы поговорим о самых классных продуктах у бренда Everline. Я буду упоминать не только декоративную косметику, но и уход. Как раз с него мы и начнем. Итак, первый продукт это мицеллярная вода. Она предназначена для нормальной кожи, а также для кожи склонной к жирности. Как раз у меня и такая кожа. Эта мицеллярная вода отлично справляется со своими функциями. Она отлично убирает весь макияж, она не забивает поры, она не создает каких-то лишних проблем, а наоборот избавляет от них. Здесь заявлено, что она еще матирует, но на самом деле я не заметила именно такого эффекта. Но тем не менее, мицеллярная вода хорошо убирает самые стойкие туши и самые стойкие помады. Это мне кажется самое главное. Плюс она не вызывает никаких раздражений и не забивает мои поры, за что я ее безумно сильно люблю. Повторяю я ее уже постоянно, поэтому я просто не могу найти ей замену. Следующий продукт это пенка для умывания, которая предназначена для всех типов кожи, в том числе для чувствительной. Моя кожа жирная и чувствительная. Эта пенка справляется с очищением на ура. Мне очень нравится, что она не очищает до скрипа, плюс не создает такой пленки и стянутости после умывания, что очень-очень здорово. Еще, как парадоксально на самом деле, эта пенка не пенится, а я очень люблю не пенящиеся консистенции, поэтому за это я люблю ее еще сильнее. Буду повторять дальше. Следующий продукт это тоник с ликолиевой кислотой 5% или же ластик для постакне. Мне очень нравится, как работает этот продукт. Я его купила именно для борьбы с постакне, с пигментацией. И именно с этой проблемой тоник так классно справляется. В течение двух недель я его уже использую. Пропадает сама краснота. Я очень довольна этим продуктом. Уже заказала себе еще две банки сразу. Вот поэтому это прям совет от души, особенно для людей с проблемной кожей. Последним из ухода будет лак для ногтей. Не самый популярный и актуальный продукт, конечно. Но я перестала делать гель-лак, и мне нужно было как-то восстановить все свои ногти, структуру. И именно этот лак очень классно с этим справился. Плюс он помогает выглядеть моим ногтям более ухоженными, за что я его очень сильно люблю. Здесь есть такой небольшой шиммер. Как раз это мне нравится, потому что, пожалуйста, все, что с блесками, дайте-то побольше. Теперь перейдем к декоративной косметике и начнем с тонального крема. Это тональный крем Everline Liquid Control. Я его очень сильно люблю. Это самый мой любимый тональный крем, именно невидимка, потому что на коже вообще не создается эффекта тона. Кожа выглядит здоровой, такой ровной, и при этом реально незаметно почти никакого покрытия. Тем не менее, перекрытие такое среднее, больше к легкому на самом деле, потому что у меня заметная пигментация, акне, и я могу именно судить по степени перекрытия. Я очень люблю носить его летом, потому что, когда жара, когда вот происходит вечный жирный блеск, именно с этим тоном мне очень комфортно. По стойкости могу сказать, что он держится в течение всего дня. Несмотря на то, что жирный блеск проступает, я просто либо матирую пудрой, либо прохожусь с матирующими салфетками, и весь тон все равно остается на месте. Раз уж я начала про мотирование, сразу расскажу про пудру. В подсказке вы можете посмотреть то видео про мою бюджетную косметичку, и там как раз есть эта пудра. Мне она очень нравится, она классно матирует, классно закрепляет макияж. На лице как раз не создается эффекта вот этой вот перематированной кожи, перепудренной. Мне это очень-очень нравится. Плюс она классно наслаивается, особенно в течение дня, когда мне необходимо повторное мотирование. Я не буду здесь слишком сильно много глаголить про эту пудру, потому что я про нее уже рассказывала. Перейдите по подсказке и можете посмотреть поподробнее. Далее поговорим про консилер. Это консилер Professional Art Makeup, консилер 2-in-1. Мне очень нравится использовать этот консилер для синяков под глазами. В нем есть светоотражающие частицы, которые помогают уменьшить заметность синяков под глазами. На постакне он не так хорошо работает, но для этого я его, собственно, и не использую. Для этого у меня есть более плотные консилеры. Именно под глазами мне нравится, что он не проваливается ни в какие складочки. Он остается весь день. Он не скатывается и не требует закрепления. Поэтому я вам его крайне искренне советую. Далее перейдем к помадке для бровей. В принципе, это один из любимых продуктов косметички у меня, потому что он и прорисовывает, и закрепляет волоски. Плюс смотрится очень классно и естественно. Сейчас Эволен расширили линейку, поэтому и для блондинок, и для брюнеток, и для русских есть классные оттенки. Далее моя самая любимая тушь. Кстати, недавно я тестила разные туши и поняла, насколько сильно я все-таки люблю именно эту, потому что она классно разделяет, она подкручивает, она создает объем. Плюс она в конце дня не осыпается, реснички не опускаются. Все, блин, так классно. Я никогда ее не разлюблю. Но все равно я пытаюсь найти лучше. Вдруг когда-нибудь у меня это получится. Но я все сильнее и сильнее убеждаю, что это самая классная тушь. Самым последним я расскажу про классный нюдовый карандаш для губ. Это карандаш для губ от Эволен Max Intense. Если я не ошибаюсь, потому что здесь уже все стерлось, насколько сильно я его люблю. Это точно 14-й оттенок. Он отлично подходит для всех макияжей, которые я использую, потому что оттенок идеально подходит к оттенку моих губ. Мне очень нравится, что это и не матовый, и не сатиновый финиш. Это скорее такой Demi Matte. Очень-очень классная формула. Я наношу прямо на все губы, потому что мне очень нравится использовать карандаши именно как помадой. Поэтому я его всем советую. Думаю, он подойдет многим. Ну вот я поделилась самыми классными продуктами у бренда Эволен. Я искренне очень люблю этот бренд, потому что он делает классные продукты за недорогую цену. Очень-очень советую вам попробовать, если вы еще не знакомы с этим брендом. Спасибо, что были со мной. Пока!